Добрый день, уважаемые коллеги! Мы очень рады вас приветствовать на нашем вебинаре. Мы проводим сегодня третью консультацию из цикла консультации по программе математики Лебнил Георгиевна Петерсон «Учусь учиться». И сегодня консультация будет посвящена четвертому классу, урокам с седьмого по двадцать пятый. Консультацию будет проводить наш методист Марина Александровна Забнина и методист Института системно-деятельностной педагогики Сницына Вероника Валерьевна. Спасибо. Ну и мы начинаем нашу консультацию. Ну, наш институт, я еще раз хочу напомнить, работает под руководством Людмилы Георгиевны Петерсон. Она является нашим научным руководителем. Буквально вот в пятницу мы с ней виделись. Она всем передавала огромный привет. Она всех вас поздравляет с новым учебным годом. Ну и желает вам успехов в вашей работе и успехов не только вам, но и всем вашим ученикам. Мы просим вас ответить в чате, к какой категории участников вы относитесь. Вы можете быть учителем начальной школы и вместе с тем и заучим. Может быть просто заучим, методист или преподаватели вуза или колледжа. Пожалуйста. Учителя. Учителя. Спасибо. Хорошо. Да. Так, методисты присоединились. Так, учитель. Ну и я вижу, что у нас сегодня... В основном учителя. В основном учителя. И причем я вижу, что из разных наших регионов, вот мы видели, что и Мурманск нас приветствует. И Ярославь. Да, и из Чечни есть учителя. Учителя среднего звена. Очень приятно. Отлично. Отлично. Три-четыре. Ага. Это методист и преподаватель колледжа вуза. Отлично. Здорово. Так, очень хорошая у нас аудитория. Вот вижу Ирина Ивановна, Герон. Добрый день, Ирина Ивановна. Это уже люди, с которыми мы лично знакомы. Вот Донецкая Народная Республика. Очень рады вас слышать. Да, мы очень рады, что Донецк к нам присоединился. Мы очень рады вам. Так, так. Лицей технический. Отлично. Ну что, мы идем тогда дальше. Мы с вами немножечко познакомились. Ну и теперь нам очень важно знать, какой же у вас опыт работы по нашему курсу математики «Учусь учиться». Вы можете ответить, что вы много лет работаете по курсу математики и системно используете технологию деятельностного метода. Либо вы имеете опыт работы только по курсу математики, ну и либо вы делаете вообще первый только выпуск по курсу математики «Учусь учиться». То есть вы взяли, вот допустим, первый раз этот учебник, и вы работаете либо в первом, либо во втором, либо в третьем, либо в четвертом класс. Неважно. То есть это будет у вас первый выпуск. Ну, я так думаю, что если у нас учителя, консультация для учителей четвертого класса, то, скорее всего, наверное, уже делают выпуск. Очень ответственный момент. Да. Так, ну вот видите. Замечательно. Кто-то три выбирает. В основном имеет опыт работы, я смотрю, только по курсу математики. Так, один. Так, вот Валентина Александровна. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Это очень опытный учитель, который и использует курс математики, и системно использует технологию деятельностного метода. Вот учителя математики, по всей видимости, присоединяются к нам, чтобы посмотреть, чему они, чему будут научены наши ребята к окончанию четвертого класса. И на входе в пятый класс. Это правильно, это очень мудро. Преемственности осуществлять будут. Спасибо вам большое. Да, молодцы учителя основной школы. И я думаю, что это очень правильный ход. Наверное, те, кто берут первый класс в следующем году, или в этом году, может быть, уже взяли, они к нам присоединились. Так, ну что, мы идем дальше. Спасибо вам большое. Спасибо. И мы переходим. Знакомимся с планом консультации. Вначале мы предлагаем вам рубрику «Работа над ошибками». Затем переходим к актуализации и проверке домашнего задания. Мы помним, что у нас было домашнее задание познакомиться с темами, о которых сегодня пойдет речь. Затем мы предлагаем вам открытие нового знания. Мы познакомимся с особенностями изучения темы оценка и прикидка результата арифметических действий. И сделаем некоторый проброс в будущее. Посмотрим значение темы оценки и прикидка результата арифметических действий для изучения последующих тем курса. Это деление многозначных чисел и оценка площади фигур неправильной формы. Проведем первичное закрепление и ответим на те вопросы, которые поступят у нас с вами в чате. Ну и проведем рефлексию. Итак, мы с вами двигаемся вперед. Любую деятельность мы начинаем с вами с мотивации к учебной деятельности. И давайте посмотрим, чего вы хотите получить от данной консультации. Несколько слов, пожалуйста. Так, что вы ждете? Зачем вы сюда пришли? С какой целью? Что вы планируете услышать? Да, планируете услышать. В чем нужна вам помощь? Да, чтобы мы сразу же понимали. На какие моменты обратить особое внимание? Так, ну мы с вами сегодня попробуем пройти вот те шаги, которые проходят ученики на уроке в технологии деятельностного метода. Вы сначала сами поймете, что вы не знаете, а потом будете искать новый способ. Это вот те два больших этапа учебной деятельности, которые проходят ученики на уроке, если урок, я повторяю, проходит именно в технологии деятельностного метода. Постарайтесь не стесняться и писать те вопросы, которые у вас возникают. Это будут первичные ваши затруднения, чтобы мы могли на них быстро реагировать и отвечать, помогать вам сразу. Но необходимо нам сегодня с вами познакомиться с такой темой в курсе «Учусь учиться», как оценка и прикидка результатов арифметического действия. Что же мы можем? И мы переходим с вами к актуализации. Итак, мы забыли про фильм. А это позднее немножечко будет. Обратите внимание, мы планируем рубрику «Работа над ошибками». Эта рубрика будет у нас существовать в случае, если вы присылаете нам вопросы и фотографии тех работ, в которых дети допустили ошибку. Чтобы мы все вместе могли разобраться, почему ребенок не справился с работой, в чем его затруднения. То есть обратите внимание, определить место и вид ошибки, причину ошибки и показать способы устранения данной ошибки, чтобы и у вас, и у ваших ребяток все получалось. Все будет хорошо. И даже вчерашние ошибки завтра пойдут нам на пользу. Но, к сожалению, мы не получили ваших, вернее, работ с ошибками. Поэтому мы переходим с вами к следующей нашей рубрике и этапу. Актуализация знаний. Укажите, пожалуйста, неравенство, иллюстрацией которого является следующий кинофрагмент. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент из кинофильма «Леонида Гайдая. Не может быть». Обратите внимание, вам давалась ссылка на этот фрагмент этого видеоролика в чате. Посмотрите, пожалуйста, и мы даем вам время, чтобы вы могли его посмотреть. Найдите, пожалуйста, эту ссылочку в чате, скопируйте ее, вставьте в поисковую строку браузера, и вы увидите вот этот фрагмент. Ну и попробуйте ответить на вопрос, который перед вами на слайде. Укажите неравенство, иллюстрацией которого является следующий кинофрагмент. Либо это неравенство с переменной, либо это множество решений, либо это строгое неравенство, либо нестрогое, но либо двойное неравенство. Номер выбранного неравенства, пожалуйста, напишите в чате. Итак, даем время вам, чтобы вы посмотрели этот видеофрагмент. Ну, я надеюсь, что ссылочку нашли. Либо давайте попросим продублировать еще раз эту ссылочку. Спасибо большое. Спасибо. Итак, если вы уже просмотрели, то, пожалуйста, пишите номер неравенства, который вы выбрали. Задумались наши слушатели. Засмотрелись, наверное. Спасибо большое. Множество решений. Появился ответ. Так, Виктория вот выбрала у нас неравенство под цифрой 2. Множество решений, да? Так, двойное неравенство. Интересно. Так, хороший вариант. Так. Двойное неравенство. Еще раз. Ага. Так, затрудняется. С ответом Наталья Владимировна Посполита. Так. Двойное неравенство. Ну, здесь еще можно, наверное, две циферки выбрать. Ну, конечно. Двойное строгое или двойное нестрогое неравенство. Да, коллеги? Так, вот 4 уже. Так. Ирина, вам тоже затрудняется нас. Так, ну что, не будем... Мы переходим дальше. Да, дай больше томить. Да. Итак, давайте посмотрим. Фрагменты из фильма можно было бы записать таким неравенством. Х больше, чем М, но меньше, чем Н. Спасибо, дорогие. Все правильно. Можно было бы и двойное неравенство записать, и строгое неравенство. Вы абсолютно правы. Молодцы. И мы переходим дальше к работе. А теперь давайте попробуем проверить свое домашнее задание. Мы очень надеемся, что вы посмотрели учебники, методические материалы, рабочую тетрадь. И теперь вам предлагается такое задание. Выберите, какие математические понятия, темы, оценка результата арифметического действия, обозначенные буквами двойного неравенства. Записывать не нужно. Вы просто для себя определитесь, что это будет. М, нижняя граница, верхняя граница, сумма, разность, произведение или частное. И такие же варианты ответов есть у переменной Х и у переменной Н. Выберите для себя. Сейчас мы проверим вместе с вами. И если у вас получилось, вы можете поставить плюс себе в чате, отметить. Итак, давайте проверим. Буквой М мы будем обозначать нижнюю границу при оценке результатов арифметического действия. Буквой Н верхнюю границу. А буква Х обозначает либо сумму, либо разность, либо произведение, либо частное. В зависимости от выполняемого действия. Спасибо большое. Видно, что вы очень хорошо выполнили домашнее задание. И мы благодарны вам, что вы пришли готовы к уроку. Давайте посмотрим. Таким образом, наша оценка результата арифметического действия может быть записана следующим образом. И мы понимаем, что между переменами А и Б в пустой квадрат мы можем поставить знак плюс, если это сумма, минус, если это разность, умножение, если это произведение, и деление, если мы находим частное число. Спасибо, молодцы. Тогда, Вероника Валерьевна, вам следующий шаг. Коллеги, ну, как я уже сказала, сегодня вы попробуете окунуться, так же, как и наши ученики, на уроке в учебную деятельность. Мы сейчас повторили с вами все то, что вам необходимо для открытия нового знания. Вот у нас на каждом уроке в технологии деятельностного метода ученики в начале урока актуализируют те знания, которые им понадобятся именно для открытия новых знаний. Мы с вами актуализировали, что такое неравенство, какие неравенства бывают, и актуализировали, значит, верхнюю и нижнюю границу при оценке любого арифметического действия. А теперь я хочу, чтобы вы выполнили задание на пробные действия. Попробуйте, пожалуйста, ответить на следующий вопрос. На что необходимо обратить внимание учителю при изучении темы «Оценка арифметических действий». Даю вам, ну, полминутки, чтобы вы подумали. Я понимаю, что тем, кто работает по нашему учебнику, в общем-то, этот вопрос достаточно легко ответить. А вот те, кто только начинает, им, конечно, может быть, не всегда удастся правильно ответить на этот вопрос. Вы можете не писать это в чате. Главное, вы попытаетесь для себя сформулировать. На что необходимо обратить внимание учителю при изучении темы «Оценка арифметических действий». Ну что, фиксируем наши результаты. Ну, я так понимаю, что кому-то из вас удалось ответить на этот вопрос, кому-то не удалось. И если бы мы сейчас собрали все ответы, то я так думаю, что ответы получились бы очень разные. Каждому учителю захотелось бы на свое обратить внимание. То, как он видит преподавание этой темы. Ну, мы считаем, что на этот вопрос есть определенный четкий ответ. Итак, зафиксируйте, пожалуйста, свой ответ. И можете ли вы вот для себя этот ответ обосновать? Что значит обосновать ответ? Это значит предъявить тот эталон, ту норму, с помощью которой вы можете обосновать этот свой ответ. То есть доказать, практически показать, на что вы основываетесь при ответе этого, на этот вопрос. Ну, и наверняка, вот у многих, может быть, есть какие-то предположения. Вы можете сейчас вот здесь на слайде выбрать свое затруднение, его зафиксировать. Вот, коллеги, это очень важный шаг. Проговорить, что вы пока не можете сделать. Либо вы пока не можете назвать, на что необходимо обратить внимание учителю при изучении темы, оценка арифметических действий, либо вы пока не можете предъявить эталон, на что конкретно нужно обращать внимание. Так, ну и мы идем дальше. Следующий шаг, это у нас фиксация причины, почему вы не можете кто-то ответить на вопрос, а кто-то обосновать. Да потому что пока еще вы точно не знаете ответ на этот вопрос. У вас пока нет эталона. А если у нас нет эталона, то дети у нас, как правило, на уроке ставят цель узнать этот эталон, открыть. Ну, и сегодня мы предлагаем вам следующее средство для открытия нового. Те знания, которые мы с вами повторили о неравенствах. Ну, и вот то, что мы, опять же, актуализировали относительно нижней и верхней границы оценки арифметических действий. Ну, и также мы из этих с вами средств, ну, с нашей помощью строим план открытия. Итак, план открытия у нас будет следующий. Проанализировать содержание темы оценки арифметических действий в курсе математики «Учусь учиться». Выявить подводные камни темы, то есть как раз то, на что необходимо обратить внимание учителю, когда дети будут изучать эту тему. Составить опорную карту изучения темы «Оценка арифметических действий» в курсе математики «Учусь учиться». Для этого возьмите, пожалуйста, лист бумаги, расчертите его так, как показано у вас в прямоугольнике, на четыре части, и представьте каждое из арифметических действий так, как показано на образце. Мы будем постепенно его дополнять. И заполнять, да. Сделали? Спасибо большое. Мы переходим дальше. Итак, анализ содержания темы оценки арифметических действий в курсе математики «Учусь учиться» и выявления подводных камней и мы начнем с вами с рассмотрения страницы 16 учебника первой части. Я надеюсь, коллеги, что учебники и рабочие тетради вы с собой взяли на занятия, и вы будете их держать перед собой и открывать те странички, на которые мы будем обращать внимание. Это было ваше домашнее задание принести учебники. Надеюсь, что вы все готовы к занятию. Да, принесли. Спасибо. Переходим. Итак, что же мы видим? Этот урок посвящен оценке суммы. Вот так выглядит страница учебника. Определите, пожалуйста. Так, не вижу. Так, выполнение задания. Итак, коллеги, вы должны прочитать внимательно задание и определить, значит, как это задание у нас... Задание номер один. Да, под буковкой А. А влияет на открытие нового знания. На что оно нацелено? Посмотрите, пожалуйста. Мы обращаем внимание на эталон. Вот то, что у нас в желтой рамочке, коллеги, это как раз эталон. Эталон, который дети открывают на уроке сами. Эталон – это фиксация нового знания. В данном случае она у нас фиксируется в виде правила. А задание номер один будет направлено как раз на актуализацию. То, что потом поможет детям усвоить новый материал и открыть его. Значит, цель выполнения задания номер один – это актуализировать те знания, которые помогут детям при открытии нового знания. Так же, как мы с вами сейчас провели актуализацию, мы повторили то, что нам нужно. И вот эти знания нам понадобятся для открытия нового. Итак, давайте посмотрим. Итак, задание номер один под буквой А было направлено на определение, что может быть нижней границей, что может быть верхней границей суммы, а также на установление связи между компонентами сложения и зависимость результата от изменения каждого из компонентов. То есть, как меняется сумма, если меняется хотя бы одно слагаемое. Посмотрите, пожалуйста. Обратите внимание, коллеги, вот на эти формулы, которые здесь записаны в эталоне, они нам потом помогут и вам помогут выполнять задания, которые мы будем вам давать. И вот если вам что-то непонятно, пожалуйста, в чате задайте вопросы. Может быть, кому-то непонятно, почему стрелочки вверх, вниз. Вот мы это объясним. Представлены на слайде, да. Итак, посмотрим следующий слайд. Мы теперь обращаем с вами внимание, какую цель имеет выполнение задания под буквой «Б». Определите, пожалуйста. Но для этого нужно внимательно прочитать эталон, внимательно прочитать задание. Мы уже познакомились с содержанием учебника. Мы надеемся, что вы это сделали. Тогда вам проще работать. Да, будет более понятно, на что работает задание номер один под буквой «Б». Значит, здесь надо, не выполняя вычислений, расставить суммы в порядке возрастания. И если мы видим, что слагаемое меньше, значит, и сумма будет меньше. Чем больше слагаемое, тем больше сумма. Это нам нужно опять. Давайте посмотрим для того, чтобы установить нижнюю границу и верхнюю границу, а также выйти на само определение, что такое оценка числа Х. В данном случае это оценка суммы. Посмотрите, пожалуйста, да. Это установление границ с указанием круглых чисел, между которыми находится это число Х, максимально близко к этому числу. И мы с вами переходим к следующему, что вся эта работа направлена на то, чтобы ребята сами могли составить алгоритм оценки суммы. Как ее найти? Для этого нужно заменить каждый из слагаемых А и Б на меньшее круглое число. И тогда мы получим нижнюю границу. А если будем каждый из слагаемых заменять на большее число, мы получим верхнюю границу. Когда мы произведем вычисление, мы получим как раз те круглые числа, между которыми и будет находиться реальная сумма А и Б. Реальный результат при сложении. Посмотрели. Спасибо большое. Таким образом мы можем с вами нашу опорную карту дополнить схемой, каким образом можно произвести оценку суммы. Меньшие числа круглые, каждая слагаемая за меня, тогда находим нижнюю границу. А если мы округлям в большую сторону, мы получаем верхнюю границу. Понятно. Таким образом, коллеги, вот действуя по алгоритму, дети у нас находят верхнюю и нижнюю границу и производят оценку суммы. Давайте посмотрим. Если мы внимательно с вами изучали эталон и содержание всего урока, мы можем сказать, что подводным камнями в данном случае будет понимание, что такое оценка, это дети должны очень хорошо понимать. Но обратите внимание, что мы не даем это заучивать термин. Да? Они должны понимать, что это такое, но определение не нужно говорить. И что такое нижняя и верхняя границы? Поскольку действие сложения связано с действием умножения, мы знаем с вами, что умножение – это сложение одинаковых слагаемых, мы предлагаем с вами немножечко нарушить то последовательность изучения материала, которое представлено в учебнике, а перейти к оценке действия умножения. Рассмотрим страницу 22 учебника первой части. Открывайте, пожалуйста. И вам здесь предстоит установить сходства и различия в изучении тем, оценка суммы и оценка произведения. Посмотрите на эту страницу, ведь она и оформлена аналогично. Посмотрите. Похоже первое задание под буквой А, похоже второе задание под буквой Б. Очень похож эталон, потому что действия умножения и сложения связаны. Поэтому и эталон, который мы будем открывать, будет задание под буквой А, будет направлено на установление нижней границы, и это опять будет два круглых множителя, близких к множителям произведения. Но они будут в меньшую сторону округляться. А верхняя граница – это два круглых числа, которые округлены в большую сторону по отношению к реальному произведению. И опять взаимосвязь действий, компонентов между собой и связь с результатом, который должны получить. Марина Александровна, вот хороший вопрос Наталья Владимировна задает. Мы нарушаем очередность тем с детьми или сегодня на консультации? Мы нарушаем очередность изучения тем именно сегодня на консультации, для того, чтобы вам легче было самим понять, что такое оценка суммы, оценка произведений, и чтобы вы увидели, как похожи темы и чем они отличаются. То есть, коллеги, мы действуем по аналогии. Мы проводим аналогию между умножением и сложением, потому что это действия, взаимосвязанные друг с другом. Умножение – это сложение одинаковых слагаемых. Такую же аналогию вы можете провести, когда будете знакомить и детей с умножением. Спасибо, Наталья Владимировна, за вопрос. Итак, после того, как мы выполнили под буквой А, мы выходим на действие под буквой Б, выполнение заданий, и опять составляем алгоритм оценки произведения. Посмотрите, он очень похож, поэтому детям будет легко открывать это новое знание. Коллеги, ну и я еще немножечко, вот то, что касается технологии. Значит, у нас в технологии дети действуют тоже по плану, они открывают новые знания, и зафиксировать новые знания можно по-разному. Вот, смотрите, у вас представлен талон под циферкой 1, там две разных фиксации фактически одного и того же знания. Это алгоритм и опорная схема. И мы с вами переходим к опорной схеме умножения. Каким же будет подводный камень изучения этой темы? На что нам следует обратить внимание? А обратить внимание нам нужно, чтобы узнать этот подводный камень, мы предлагаем вам перечитать второй абзац и определить, на что следует обращать внимание. Второй абзац эталона. Молодцы, вы правильно увидели. Это округляем все множители, все числа, кроме однозначных. Однозначные числа округлению не подлежат. И поэтому, посмотрите, мы добавляем подводный камень, округляем все числа, кроме однозначных. Это у нас вторая особенность, о которой мы говорили. Да, мы сейчас отвечаем последовательно на вопрос задания пробного действия. И мы предлагаем вам сейчас на отдельном листе выполнить задание из учебника первой части, страницы 22, номер 2. Докажите, что данное произведение находится в таких границах. Но даем вам одну минутку, я думаю, что вы уже сможете быстренько посчитать. И переходим так же, как и даем детям к проверке по образцу. Образец для самопроверки. Когда мы с вами оцениваем работу детей, они сами себя оценивают, мы ставим либо плюс, если все правильно, либо знак вопроса, если возникло какое-либо затруднение. Так, проверьте, пожалуйста, что у вас получилось, коллеги. Мы видим с вами, что произведения 79 и 6 находятся вот в указанной границе. То есть, если мы умножим 70 на 6, как раз получится 420. Число 6 мы не округляем. Мы с вами говорили, что однозначные числа не округляются в произведении. И верхняя граница – это 80. Мы умножаем на 6, получается 480. А под буквой В мы округляем оба множителя, потому что они не являются однозначными. И получается, что фактически границы второго произведения лежат от 2000 до 6000. Пожалуйста, отметьте в чате, понятно ли вам данное объяснение или нет. Если вопросы возникают, коллеги, вы, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите нам в чат. Так, ну, понятно. Спасибо большое. Идем дальше. И коль скоро у нас с вами было вычисление, оставьте это, пожалуйста, на листе, никуда не девайте, потому что мы потом этим еще воспользуемся. Для детей можно предложить еще и такой способ самопроверки, как высчитывание с помощью калькулятора. И мы получаем 79 умножить на 6, получается 474. И это число действительно находится в границах между 420 и 480. Спасибо большое. Переходим дальше. Следующее действие, которое мы хотим рассмотреть с вами, это вычитание, потому что оно взаимосвязано со сложением и является обратным действием сложения. Рассматривать будем с вами страницу номер 18. Откройте, пожалуйста. Я очень надеюсь, что все пришли с учебниками. Так, установите, пожалуйста, сходства и различия в изучении тем. Оценка суммы и оценка разности. Мы помним о том, что оценка разности при изучении идет следующей темой после изучения оценки суммы. Молодцы. Правильно вы определили. Такое же задание на актуализацию, поэтому проще. А вот эталон, посмотрите, пожалуйста, добавляется, верно, графическими моделями. Для того, чтобы детям было легче понять эту тему. И мы видим, что все это направлено на то, чтобы дети легко установили связь между компонентами действия вычитания. Помните, да? Чем больше уменьшаемое и меньше вычитаемое, тем больше разность. Тогда это будет верхняя граница. Чем меньше уменьшаемое и больше вычитаемое. Ну, это как пирог. Маленький пирог. Большой рот откусили, побольше осталось совсем чуть-чуть. Это будет нижняя граница. Вот графическая модель как раз помогает детям лучше понять и быстрее запомнить взаимосвязь этих компонентов. Я хочу уточнить, что вот эти прямоугольники, да, которые составляют большой прямоугольник, можно рассматривать желтый, допустим, как уменьшаемое, и разность, да? И вот здесь мы видим, вот как раз на этих прямоугольниках четкую взаимосвязь. И я прям чуть-чуть, чуть-чуть уточню. Вот здесь Елена Николаева спрашивает про калькулятор. Коллеги, да, иногда на уроках целесообразно использовать калькулятор. В данном случае мы не заставляем детей вычислять, допустим, это столбиком. Почему? Потому что здесь нам не нужно тренировать умение там умножать. Точно вычислять. Да, или вычислять. Нам нужно, чтобы ребенок быстро нашел ответ и проверил себя, действительно ли он правильно нашел эти границы. То есть в целях экономии времени можно использовать калькулятор. Конечно, если вы отрабатываете умение выполнять эти арифметические действия с многозначными числами, то есть если вы отрабатываете алгоритм умножения, алгоритм сложения, то здесь нецелесообразно использовать калькулятор. Но здесь мы говорим немножко о другом, да, мы говорим именно об оценке. Поэтому в данном случае нам важно найти быстрый ответ, чтобы проверить себя, посмотреть, насколько ребенок правильно нашел эти границы, нижнюю и верхнюю. И мы переходим с вами опять к конструированию алгоритма оценки разности и получаем тот эталон, по которому ребенок потом будет выполнять оценку этого арифметического действия. Обращаем внимание на наличие, опять же, подводных камней или затруднений, на которые вы должны будете обратить внимание детей. Что же это такое? Если мы посмотрим с вами снова в эталон, а он имеется и в учебнике, посмотрите, пожалуйста, слева на слайде, и в отдельном пособии, то мы можем увидеть, если одновременно заменить уменьшаемое меньшим числом, а вычитаемое большим числом, то разность уменьшается. Это как раз на взаимосвязь компонентов действий и зависимость результата от компонентов. Посмотрите, пожалуйста. Поэтому именно это вы должны с детьми отработать на уроке. Зависимость между компонентами и результатом. И обращаем еще ваше внимание, в модели меняются большие и меньшие числа. Если в сумме у нас при оценке суммы нижняя граница была меньшее слагаемое первое и меньшее слагаемое второе, то при оценке разности мы должны из меньшего числа вычитать большее число. Вот в этом ребята часто путаются, поэтому вам необходимо будет на это обратить внимание. То есть фактически уменьшаемое мы уменьшаем, а вычитаемое мы фактически увеличиваем. Да, это в нижней границе. А в верхней границе, в большую сторону мы уменьшаемое округляем, а в меньшую сторону вычитаемое, чтобы разность получилась больше. Надеемся, что вам все понятно. Если нет, пишите, мы с удовольствием ответим. Содавайте вопросы, коллеги. Итак, проверьте себя. Выполните по учебнику только задание номер 3 под буквой А. И еще раз напоминаю, никуда не откладывайте этот листочек. Он нам еще пригодится. Итак, выполните, пожалуйста, под буквой А. Оценка разности. Пользуясь эталоном, подсказкой. Ну вот пока коллеги считают, я отвечу на вопрос Елены Николаевны. Учителям понятно, детям сложно. Я так думаю, что вот если учитель еще в первом классе очень хорошо проводит уроки в подготовительный период, где как раз мы и занимаемся взаимосвязем части ЦЭО, где мы показываем, как изменяется результат в зависимости от того, как мы изменяем компоненты или части целого, да. Вот если на это внимание четко обращать и постоянно, то у детей в четвертом классе затруднений не будет. Ну и еще на этом уроке, коллеги, у вас есть этап актуализации. Если вы хорошо повторите с детьми, если вы им дадите такие задания, чтобы они понаблюдали вот эту взаимосвязь между компонентами и результатом действий, то тогда им тоже это будет понятно. А если вы еще им предложите графические модели при этом, а может быть самим составить эти модели, вот, взять какой-то демонстрационный материал, то тогда у детей не будет вопроса. Вы можете подключать опыт детей, когда они, ну, например, едят те же пирожки, откусывают, да, и смотрят, что уже у них остается. Я думаю, что каждый из детей найдет тот способ, которым ему легче воспользоваться для запоминания данного материала. Выполнили и проверяем себя по образцу для самопроверки. И опять, вычисление мы можем сделать столбиком в тетради, либо мы можем воспользоваться калькулятором для определения точного значения разности. Ну, и вот Ирина Ивановна пишет правильно, у нее большой опыт, мы очень хорошо знакомы с этим педагогом. Если у детей лежит перед глазами эталон, если они действуют по этому алгоритму, если они действуют четко, проговаривая каждый шаг, то тогда у детей не возникает никаких вопросов, им это делать гораздо проще и легче. Конечно, если они только открыли это новое знание, и у них перед глазами нет ничего, с первого раза они это не запомнят. И мы напоминаем, что эталоны все время находятся в доступе для ребенка. Эталон убирается только на контрольную работу. И это очень важно, коллеги. Итак, мы переходим к действию делению. Страница 25. Рассматриваем это действие. Обратите, пожалуйста, внимание. Опять необходимо установить взаимосвязь этой темы с другими темами. В чем? Сходство и различия. И мы видим с вами, что задание на актуализацию, оно похоже с заданиями на актуализацию при оценке суммы, произведения, разности. Похож эталон, чтобы детям было проще. И опять мы видим графическую модель, так же, как при вычитании, которая помогает детям лучше понять, как выполнить оценку частного. и мы получаем с вами результат. Все эти темы, которые мы только что рассмотрели, будут работать на изучении темы оценка частного. Детям будет легче, потому что это самая сложная тема в данном материале. Открываем эталон, и здесь мы обращаем опять внимание на взаимосвязь между компонентами действия и результатом. И это будет у нас с вами алгоритм, по которому дети будут выполнять действие. Кажется, что все очень похоже. И на что же нам нужно обратить внимание? Да, на взаимосвязь действий и компонентов и результата. Поэтому подводным камнем будет, так же, как при оценке разности, взаимосвязь и зависимость между компонентами и результатом. Здесь нужно будет обратить очень много внимания. То, о чем мы только что говорили. Вот, Марина Александровна, здесь задают вопрос, а точный результат считать обязательно? Не обязательно считать точный результат, потому что наша цель не точно высчитать результат. Мы потом посмотрим, почему это важно. А именно сделать оценку действий, потому что нам нужно будет выходить на прикидку результата, который будет давать возможность быстро проводить самооценку правильности результата. То есть прикинуть, правильно я сосчитал или неправильно. Если неправильно, быстро пересчитать уже в соответствии, постараться найти ошибку. Попробуйте выполнить задание, в каких границах заключены частные. И мы выполняем опять под буквой А. Только находим границы для одного частного. Проверяем себя по образцу для самопроверки. И обратите внимание, возможный вариант решения. В чем же его затруднение? А в том, что когда мы будем вычислять верхнюю границу, у нас легко находится частное. Мы находим число 25. А вот 400 на 30 не делится. Значит, мы что-то с вами еще не предусмотрели. Не все нашли в том материале, который нам представляет учебник. Давайте посмотрим, какой подводный камень. Для этого обратите внимание, пожалуйста, в эталоне четко сказано заменить делитель. Если при сложении, вычитании, умножении мы с вами могли выполнять округление по порядку, начиная с первого числа в действии. То есть первого слагаемого, с уменьшаемого, с первого множителя. То здесь нужно начинать оценку с нахождения делителя. Иначе детям будет невозможно подобрать число, которое будет нацело и быстро, очень важно, делиться на этот делитель. Обратите внимание, порядок нахождения чисел и округления чисел. Поэтому вторым подводным камнем действия деления является подбор чисел, начиная с делителя. Теперь давайте мы с вами попробуем выполнить работу над ошибками в том, что мы уже с вами и делали. Итак, выполним заново оценку деления чисел 432 и 27. Для тех, кто допустил ошибку. Есть, наверное, такие учителя, которые ошибку не допустили. И они молодцы. Они внимательно изучили материал. Посмотрите, пожалуйста, для верхней границы мы берем не число 500, потому что все равно детям трудно делить. Мы берем число, правильно, 600, умницы. А для числа вместо делимого 400 мы берем, какое число? Верно, 300, потому что разделить будет очень легко и быстро. И мы получаем нижнюю границу 10, верхнюю границу 30. И для детей опять можно предложить сделать вычисление. Почему? Потому что они еще не могут делить. Это темы следующих уроков. Поэтому мы можем предложить воспользоваться калькулятором. Итак, давайте посмотрим и вернемся к тому заданию, которое вызвало у нас затруднение. На что же необходимо обратить внимание учителю при изучении темы оценка арифметических действий. И воспользуемся мы с вами опорной картой. Итак, смотрим. Оценка нижняя граница, верхняя граница. При сложении. При сложении и при всех остальных действиях. При умножении это округляем все числа, кроме однозначных. Дети должны хорошо знать зависимость между компонентами и результатом действий. Это в любом действии. Особое внимание мы обращаем на это при изучении темы оценка разностей и оценка частного. И когда мы с вами учим детей оценивать частное, мы обращаем внимание, что подбор чисел начинаем с делителя. Все ли понятно, дорогие? Ну а мы переходим дальше. Дальше идем дальше, да. Итак. Можно я еще секундочку на предыдущий слайд? Коллеги, я теперь думаю, что вы сможете обосновать свой ответ на тот вопрос пробного действия, который мы задавали. То есть вы сейчас, выполняя наше задание и отмечая те подводные камни, на которые мы обращали внимание, получили свой эталон. И мы надеемся, что при изучении этих тем вы как раз и будете с детьми обращаться на это внимание, чтобы потом дети смогли избежать ошибки, типичные ошибки, которые бывают при оценке арифметических действий. Спасибо, Вероника Валерьевна. Итак, посмотрите, пожалуйста, где мы в жизни сталкиваемся с оценкой результатов действий. Дети могут привести свои, конечно, результаты, вернее, свои примеры. Для этого мы оставили вот такое пустое окошечко справа. Но ведь посмотрите, когда мы пытаемся оклеить комнату новыми обойми, когда пытаемся высчитать, правильно ли нам выписали чек, или хватит ли у нас денег для того, чтобы заплатить за покупку, хватит ли времени на какие-то свои дела, да, или какой урожай мы с вами получим, если посадим определенное количество, ну, корнеплодов, например. То есть в жизни мы очень часто это используем, мы просто не задумываемся, что это лежит в основе математических, вернее, в основе этих действий лежат математические действия. Вот именно оценка. Да. Оценка результатов арифметического действия. Давайте посмотрим. Мы просили с вами, вернее, просили вас оставлять те листы с заданиями, которые вы выполняете. И сейчас вам предстоит сравнить точное значение результата арифметического действия. А мы с вами их находили. Посмотрите, они прописаны синим цветом, с границами оценки. И обвести ту границу, которая ближе к реальному значению действия, результату действия. Вы выполнили эту работу. Спасибо вам большое. Давайте посмотрим. Итак, произведение 79,6 ближе к верхней границе значения. Да, ближе. Произведение 145 и 29 также ближе к верхней границе. Разность ближе к нижней границе. Частная ближе к нижней границе. Для чего мы это с вами делаем? Да для того, чтобы перейти к изучению новой темы. Прикидка результатов арифметических действий. И мы переходим с вами к странице 30 учебника. Что же мы здесь видим? Мы видим с вами эталон того, что называется прикидкой результата. Посмотрите, прикидкой называется нахождение приближенного значения выражения с помощью замены его компонентом числами, близкими по значению. И самое главное, удобными для вычисления. Вот мы как раз с вами в зеленую рамочку и показали то, что будет наиболее удобным, наиболее близким. Это и есть прикидка. Но для этого, чтобы правильно выполнять прикидку, нам нужно обратить внимание не только на само понятие, что такое прикидка, но и на знаки, которые используются при записи прикидки. Так, коллеги, вот здесь вы должны обязательно обратить внимание на наше условное обозначение. Мы, коллеги, не просто учим детей считать и решать задачи. В ходе изучения математики наши дети овладевают еще грамотным математическим языком. И вот как раз эти обозначения, на них мы и обращаем внимание при изучении данной темы. Обратите, пожалуйста, внимание, что когда мы записываем с вами прикидку того или иного арифметического действия, после чисел, прикидку которых мы будем выполнять, мы ставим знак приближенно равно, а вот когда заменили круглыми числами и вычисляем результат, округленный результат, в этом случае мы ставим знак равно, строгое равенство. На это обратите, пожалуйста, внимание, ребята. Пользуясь эталоном, запишите прикидку результатов, действий тех, которые мы с вами выполняли, работаем на тех же самых листах. Ну, я думаю, что здесь уже, мне кажется, это легко, после того, как мы разобрали очень подробно с вами тему оценка. Я думаю, что да, детям обычно не вызывает затруднение изучения этой темы. И вот посмотрите, пожалуйста, что у нас получилось. Знаками восклицания мы отметили ту прикидку, которая не совсем соответствует верхней или нижней границе. Она находится где-то между верхней и нижней границей. И на это тоже нужно будет обратить внимание детей. Это все правильно вы делаете. Молодцы. Говоря о взаимосвязи, оценке и прикидке результатов арифметических действий с последующими темами четвертого класса, мы выходим с вами на результаты, вернее, мы выходим с вами на такие темы, как устные приемы самопроверки, деление многозначных чисел и вычисление площади фигур сложной формы. Если говорить об устных приемах самопроверки, вот мы говорим, для чего нам это нужно? Для того, чтобы ребенок, выполнил оценку и прикидку в уме, мог сказать, у меня неправильно, мне нужно заново пересчитать тот результат, который я получил, выполнить снова действие. Коллеги, ну это умение, оно очень важно, когда ребенок проверяет себя именно при самопроверке. Вот помните алгоритм самопроверки? Сначала до предъявления образца или эталона для самопроверки ребенок еще раз должен проверить свою работу. И иногда уже на этом этапе, если ребенок владеет оценкой и прикидкой, самое главное, он уже здесь может увидеть, что у него ошибка, ее исправить. А уже потом, когда мы предъявляем образец или эталон для самопроверки, он уже точно может убедиться, на самом деле, прав он был или нет. Да. То есть мы даем еще один шанс самому исправить свою ошибку. Совершенно верно. Где мы это видим в эталонах и в учебнике? Посмотрите, пожалуйста. В учебнике на странице 16, где мы говорили об оценке суммы, сказано, и хотя такой способ оценки результата действия не точен, он позволяет оперативно исключить грубые ошибки, за которые детям снижаются баллы при оценке контрольных работ. Обратите внимание, на выполнение самопроверки направлены, например, такие задания, как на странице 30 в учебнике. Посмотрите, пожалуйста. Вера могла выполнить прикидку результата, и она должна была получить 140 тысяч, а у нее получилось всего 17 856. Значит, она где-то допустила ошибку. Но можете проверить, скорее всего, она неправильно записала второе неполное произведение, когда умножала на 7 тысяч. А вот Володя, посмотрите, он должен был получить 7 тысяч, а у него получилось всего 750. И он может задать, а почему же я ошибся? Поэтому прикидка является способом быстрой самопроверки результатов детей. Ну и вот Татьяна Лукьянова тоже подтверждает наши слова. Она говорит, что самопроверка очень важна и на ОГЭ, и на ОГЭ, но я думаю, и при выполнении ВПР тоже дети могут воспользоваться. Главное, чтобы мы научили детей этим способом самопроверки, чтобы для них не было стрессовой ситуации выполнения этих заданий. Деление многозначных чисел мы можем с вами рассматривать как деление с однозначным, частным, такие темы будут. Затем мы переходим с вами к делению с однозначным, частным и остатком. Деление на двузначное число и деление на трехзначное число. Если рассмотреть тот материал, который представлен в учебно-методическом комплекте, то мы можем распределить с вами, какие задания на что направлены в этих пособиях. Итак, давайте посмотрим. В рабочей тетради на странице 35, начиная знакомить детей с делением однозначных чисел, мы можем задание номер один взять на актуализацию знаний, повторить, что они уже знают. Задание номер один в конце, мы видим, ребята уже выходят на пробное действие, на определение места и причины затруднения. А затем в задании номер два они будут строить свое новое знание, которое будут проверять по учебнику, по эталону в учебнике. И проверять можно также, сконструировав новое знание в виде алгоритма. В процессе групповой работы они могут получить алгоритм деления с однозначным частным. При этом обращаем внимание, что здесь очень важным является именно сделать прикидку. Для чего? Чтобы избежать ошибок. Вот именно на первый шаг алгоритма нужно обращать особое внимание. Он так и звучит. сделать прикидку и найти возможное число, да, возможное частное. Да. Когда мы знакомим детей с делением с однозначным частным, с получением остатка, мы должны обратить внимание, что не всегда нацело делится. И это тоже нужно учить детей проверять. Почему? Потому что у него может получиться остаток, потому что он неправильно разделил, а может быть, может получить остаток, потому что идет деление с остатком. И обратите внимание, в рабочей тетради на актуализацию знаний первое задание, затем мы выходим с ними на пробное действие, которое ребята пытаются выполнить. Это задание номер два. Получать эталон, вернее, получить эталон, они могут в ходе групповой работы, когда рассмотрят то, что изменилось у нас в эталоне. Я обращаю ваше внимание, коллеги, что вот задание два под буковкой А, это как раз задание на пробное действие, когда дети пробуют выполнить деление, они должны обратить внимание на вопрос, а что нового в этом задании. Затем они ставят перед собой цель и составляют план. Вот когда они фиксируют, что нового в этом задании, это и есть причина затруднения. А затем уже выполняя задание под буквой Б, вот здесь идет некое самооткрытие, и они потом свою версию, которую они в ходе открытия составляют вместе в группах, сравнивают с тем эталоном, который дается уже в учебнике, именно, как правило, на страничке 36. И мы обращаем ваше внимание на то, что эталоны деления с однозначным частным и деления с однозначным частным и остатком опять очень похожи. Детям можно предложить посмотреть, а в чем будет разница, чем они будут отличаться. Отличаются они именно тем, что нужно найти остаток и его обязательно проверить. Поэтому обращаем внимание, делаем прикидку и обязательно проверяем остаток при делении. А остаток должен быть всегда меньше делителя. Да. Итак, деление на двузначное число. Вы также можете разбить материал, посмотреть, что дать на актуализацию знаний, что на пробное действие. В данном случае актуализацию знаний лучше провести по учебнику, где представлены разные способы представления и деления на двузначное число. А, прошу прощения, на однозначное число. А вот в рабочей тетради можно взять материал для проведения пробного действия, а также на выполнение, открытие нового знания. И проверить его затем по учебнику, по эталону. На странице 40 и 41. Давайте мы вернемся к тому слайду, где мальчик Володя получил неверный ответ, и почему у него возникла ошибка. Помните, он делил 72 300 на 6, и получил 750. Давайте посмотрим, где же он мог ошибиться. Ошибся он в том случае, если он не соблюдал алгоритм выполнения действия. То есть, посмотрите, пожалуйста, он, первое, не сделал прикидку. Если бы он сделал прикидку, он бы понял, что должно получиться 7000, а у него всего 750. Кроме того, он не определил, скорее всего, количество цифр в частном. Если бы он это сделал, он бы увидел, что у него стоит 3 точки, а значит должно получиться в частном. Вернее, 4 точки, а значит в частном должно получиться 4 цифры. Это мы видим в учебнике на странице 41, как замечание. Напомним, что число цифр в частном определяет таким образом. Обратили внимание, да? То есть, прикидка и оценка помогают не только детям увидеть свою ошибку, но еще и понять, почему эта ошибка возникла. Но еще, коллеги, здесь я хочу обратить внимание, что вообще-то это универсальное учебное действие, умение действовать по алгоритму. Вот в данном случае мы учим детей не просто делению, но еще и верно, правильно действовать по алгоритму, не пропуская те шаги, которые в нем заложены. То есть действие по шагам. Действовать по инструкциям у детей учим в данном случае. Поэтому, когда мы учим детей делить на двузначное число, мы обращаем внимание, первое, делая прикидку, обязательно это надо делать. Обязательно определяем количество цифр в частном. И обязательно проверяем остаток. В этом случае мы можем избежать грубых ошибок в работе. Докажи с помощью прикидки, что примеры решены неверно. Найди ошибки в их решении. Реши их в тетради правильно. Мы не будем решать эти примеры сейчас. Мы рассмотрим только, почему возникла ошибка. Ошибка в том, что опять ученик не выполнил прикидку и не определил количество цифр в частном. А теперь, когда он понял свою ошибку, он будет действовать строго по эталону, записывая и правильно выполняя действия в своей тетрадочке. Это на самом деле типичная ошибка, которая возникает, особенно когда, если в частном нуле, он очень часто в середине частного. Мы обращаем с вами внимание. И этот эталон у нас появляется чуть позднее, когда мы изучаем уже следующую тему. Обратите внимание, когда теряют нули в конце частного, либо когда теряют нули в середине частного. Вот это эталон. Посмотрите, вторая часть эталона. Почему именно вторая часть? Потому что первая часть сказана, при делении на трехзначное число используется тот же алгоритм. Вот этот алгоритм деления на двузначное число действует точно так же, но обращая внимание, если есть нули. То, на что следует обратить внимание и нашему мальчику Володе. Вычисление площади фигур сложной формы. Это следующая тема, которая связана с оценкой и прикидкой результата действий. Вот они. Мы пользуемся палеткой, как инструментом, и обязательно смотрим на обозначение и запись. Все, что у нас есть в алгоритме, прошу прощения, в эталоне, обращаем внимание на запись. И опять здесь работает оценка и прикидка. Материал темы можно распределить следующим образом изучения, когда мы с вами изучаем приближенное вычисление площади. Из рабочей тетради мы берем с вами на актуализацию и на пробное действие. Берем с вами на открытие нового знания, а в учебнике мы проверяем то, что у нас получилось. Правильно ли мы выполнили все действия, можно ли это считать эталоном. Ну да, я обращаю внимание, что то, что дети открывают в группах, это их гипотеза. И обязательный шаг в нашей технологии, когда дети соотносят свой эталон, который они построили, с тем эталоном, который уже существует в культуре, с той нормой, которая существует в культуре. А этот эталон как раз зафиксирован в учебнике. И дети убеждаются, либо их гипотеза верна, либо они в чем-то ошиблись. Это очень важный шаг на уроке, коллеги. И при приближенном вычислении площадей мы обращаем внимание на обозначение и запись, а также на соблюдение формулы, которая представлена в эталоне, как в отдельном пособии, так и в учебнике. Обращаем на это внимание. Таким образом, мы рассмотрели с вами за прошлую консультацию и за время сегодняшней консультации такие понятия, как неравенство с переменной, строгое, нестрогое неравенство, двойное неравенство. Сегодня мы с вами говорили об оценке суммы, разности, произведений, частного. На основе них мы строили прикидку результатов арифметических действий, которая позволяет детям выполнять самопроверку и избежать групп их ошибок. Мы познакомились с вами с делением многозначных чисел и насколько важно для изучения этих тем выполнения оценки и прикидки результатов арифметических действий. Мы познакомились с вами с тем, как рассматривается тема оценка площади фигуры. И эта очень тема будет нам важна для того, чтобы в последующем изучить такую интересную, сложную и важную тему, как доли и дроби. Мы постарались ответить на ваши вопросы, которые поступили в чате. Если есть еще какие-то вопросы, мы их ждем и готовы ответить здесь и сейчас. Если вопросы у вас возникнут в процессе работы, когда вы будете планировать работу на уроке, либо если у вас возникнут затруднения, как что-то сказать детям, как правильно им объяснить, как правильно разобрать причину ошибки, которая возникла у детей, мы ждем ваших вопросов уже на почту. Ваши вопросы вы можете присылать на почту гайдукова. Сейчас это будет у нас на слайде. Да, встч2000.ру Так, ну, по всей видимости, вопросов нет, либо все понятно, либо ничего не понятно, либо все непонятно. Нет, ну, по ходу-то мы отвечали. Мы постарались ответить на все ваши вопросы. Ну, а сейчас настало время рефлексии. Пожалуйста, ответьте на вопрос, оцените себя, свое участие в работе, в нашем занятии по каждому из параметров. Например, моя включенность в работу. Вы оцениваете от 1 до 10, вы пишете циферку 1, скобочку, и свою оценку, там, 5, 6, 7 и так далее. Далее, достижение поставленной цели. Циферку 2, скобочка, и какую оценку вы себе ставите. И точно так же 3 удовлетворенность занятиям, и какую оценку вы ставите. Это может быть в одной строке. Спасибо. Наталья Владимировна, спасибо. Все понятно. Так, все понятно, материал очень важен. Да. Так, 8, это по какому параметру, интересно? Так, 10, 9, 10. Спасибо, спасибо большое. 7, 10, 10. Спасибо. Отлично. Так, ну, все по десяточке. Спасибо большое вам. Это оценка и нашей работы. Спасибо. 9, 10, 9. Спасибо вам большое. Спасибо. А мы, вы можете продолжать голосование. А мы с вами... Так, 5, 4, 10. Анастасия, да. Нам бы хотелось узнать, почему вы поставили себе такую низкую оценку, и не могли бы мы чем-то вам помочь. Так, переходим на следующий слайд. И следующее домашнее задание. Ну, сначала необходимо поблагодарить вас за то, что прошлое домашнее задание вы выполнили качественно, с полной ответственностью. Поэтому мы предлагаем вам следующее задание. Познакомиться с содержанием учебника и рабочей тетради, методическими рекомендациями по теме доли и дроби, потому что именно этим, рассмотрение этих тем будет посвящена наша следующая консультация. Свои вопросы присылать по теме на адрес, который указан. Просьба их посылать до 3 октября, чтобы мы могли их обработать и представить уже на консультации. Прислать фото ученических работ, содержащих ошибки для изучения причин их возникновения и приемов работы по их устранению. И предлагаем вам также принять участие в проекте «Математика. Петерсон. Дети». Ребята могут присылать свои видео о том, как они решают задание, не только со звездочкой, но и из базового уровня заданий. Ирина Ивановна, фоторабот лучше присылать по той теме, которую мы уже с вами разобрали. Вот то, что касается именно оценки, прикидки и деления многозначных чисел. Вот если у вас по разобранным темам у детей будут какие-то вопросы, будут какие-то ошибки, мы будем очень благодарны, что если вы пришлете их, мы вместе с вами разберем причины этих ошибок, и самое главное, как их устранять. Ну и второй ролик, да, мы... Посмотрите, пожалуйста, вот для того, чтобы вы могли предложить своим детям участвовать в проекте «Математика. Петерсон. Дети», мы хотим предложить вам небольшой фрагмент видеоролика именно по участию ребенка в этом проекте. Мы просим скинуть в чат ссылку на этот ролик, коллеги. Пожалуйста, скиньте ссылочку. Сейчас ссылочка появится у вас в чате, и вы сможете посмотреть этот небольшой фрагмент. Как раз вот в этом фрагменте вы увидите ученицу Марина Александровна. которая объясняет, как нужно выполнять задание. Это фрагмент только задания. Фрагмент объяснения, да. Так, я очень прошу ссылочку в чат нам кинуть. Коллеги, пожалуйста. У нас, наверное, не слышно. Коллеги, эту ссылочку вы можете увидеть в документе, который будет прикреплен в файлах, предложенных вам на сайте. Мы специально вам эти ссылочки и первого фрагмента, и второго фрагмента в этом документе приложили. Вы можете их открыть и спокойно уже посмотреть. А также у нас есть наш канал YouTube, на котором у нас выложены вот эти детские работы. как раз этот проект «Петерсон. Дети», «Математика. Петерсон. Дети», он у нас рабочий проект. И все вы можете со своими детьми тоже организовать работу в этом проекте, когда сами дети... А, ну вот, смотрим. Очень хорошо. Спасибо. Да, когда сами дети другим детям объясняют решение того или иного задания. Спасибо большое, Наталья Владимировна. За помощь. Что бы мы без вас делали? Ну, я думаю, что это очень интересная работа, да, Марина Александровна, поделитесь опытом. Детям очень трудно записывать самих себя, они боятся ошибиться, но такая работа позволяет им приобретать собственную уверенность, а нам с вами анализировать работу свою и детскую тоже. Ну, и на самом деле, когда ребенок объясняет другому ребенку, мне кажется, он сам лучше понимает и сам осознает уже вот все шаги в выполнении задания. Потому что, ну, есть пословица, да, я семь раз объяснил, они ничего не поняли, я сам понял уже. А они ничего не поняли, да? Чтобы понять самому, надо кому-то объяснить, как это делается. Ну, и кроме того, бывает так, что дети нас не до конца поняли, боятся спросить, а своего одноклассника, который делает это легко, правильно, могут спросить, и он им объяснит. Такая взаимопомощь, взаимоподдержка. Коллеги, все материалы нашего вебинара будут размещены еще, кроме того, что на сайте просвещения, на нашем сайте. Я смотрю, что ссылка, наверное, что-то не пошло, может быть, что-то сбилось, но в любом случае эти материалы будут размещены на нашем сайте, и вы сможете этот фрагмент посмотреть. Мы благодарим вас за работу, за сотрудничество, за то, что вы были с нами, и желаем вам успехов в освоении курса «Математики учусь учиться». Мы желаем, чтобы ваши дети были успешными. Спасибо вам большое за работу, коллеги. Мне было очень приятно видеть на этом вебинаре знакомые лица, вернее, знакомые фамилии, да? Но я, глядя на фамилии, представляю ваши любимые лица, добрые лица, и я думаю, что у вас все получится, и наш девиз «Мы вместе, значит, у нас все получится», а вы вместе с нами. Спасибо. И еще новый наш девиз мы вам даем, решение всегда есть. Обращайтесь, если возникают затруднения. Будем ждать. Спасибо большое. Вам все скинут на почту, да? Спасибо большое. Да, спасибо. Ну что, мы заканчиваем? Да. Грозный ждет следующей встречи. Я тоже очень жду следующей встречи. Мы вас любим. Так. Прекратите. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok